Доброго времени суток! Подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Сегодня, дорогие друзья, тема видео осенняя пересадка фиалок. Вы часто спрашиваете, нужно ли фиалки осенью пересаживать или не нужно, как делаю я. Хочу сразу сказать, что однозначного ответа в этой ситуации нет, потому что нужно смотреть по потребностям фиалок и по тому, где наша фиалочка растет. У меня коллекция находится не только на стеллаже, но также есть и на подоконнике. Поэтому та коллекция, которая у меня на стеллаже, здесь пересадка по потребностям, но может быть в любое время года, потому что фиалочки для восстановления после пересадки нужен примерно месяц, чтобы восстановиться, чтобы прошел стресс от пересадки. И во время вот этой вот адаптации фиалочке нужна температура, чтобы корешкам было не холодно, то есть температура не понижалась ниже 20 градусов. Ну и световой день должен быть не меньше 10-12 часов. Получается, на стеллаже эти условия я создать могу, но на подоконнике все совсем по-другому. А потом мы же живем каждый в разной местности. Кто-то более в южных регионах, кто-то более в северных. Где-то световой день становится меньше уже в начале сентября, а у кого-то еще нет. И то же самое с понижением температуры. Поэтому очень важно учитывать все факторы. Также и подоконник. У кого-то холодный, а у кого-то утепленный. У кого-то на окне есть зимой подсветка у фиалочек, а у кого-то нет. Поэтому вот эти все факторы, плюс потребность фиалок в пересадке осенью, все это нужно учитывать. Сейчас мы рассмотрим некоторые моменты. Если после летнего длительного цветения у вас планируется содержание фиалочки зимой на подоконнике, то нужно посмотреть, есть ли у нее потребность в пересадке. Пересадки осенью обычно начинают где-то с конца августа и до конца сентября, в зависимости от климата в вашей местности. Как только фиалочка отцвела, сразу же нужно посмотреть, что ей нужно. Есть сорта разные, поэтому некоторым фиалочкам требуется пересадка раз в год, и их не нужно тревожить. А некоторые пересаживаются чаще. Поэтому на примере своих фиалок я хочу вам показать, нужно ли делать пересадку. Вот здесь вот уже фиалочка набирает бутоны. Поэтому тут нужно уже срочно принимать меры, пересаживать ее или нет. У меня часть коллекции хоть стоит и на подоконнике, на холодном, подоконник не утеплен. Просто сделана полочка чуть повыше подоконника, сантиметров, наверное, на 30. На 30 может чуть больше. Но есть подсветка, и поэтому до сих пор здесь фиалочки растут и цветут. Сюда я поставила сорта, которые заплывают. Вот это красавица АВ плетистая роза, это плейфул спектрум. Это все то, что заплывает в жару и летом становится с очень некрасивым цветением. АВ подмосковная роза тоже. С одной стороны отцветает, тут цветочка не видно, сейчас разверну. Вот они такие уже пожухли, их уже убирать надо. На этом сорте одни цветы отцветают, тут же выходят другие цветоносы цветут. То есть, несмотря на то, что световой день уже короткий, у них есть подсветка, они продолжают цвести. Оптимара Миления вся выгорела летом, было притенение на окне, но несмотря на это тоже выгорело. И вот я хочу вам показать, как это вот фиалочки требуют какого-то ухода по осени. Коренных таких каких-то мер принимать здесь, конечно, не нужно, потому что подоконник холодный. Зимой здесь температура где-то от 18 градусов, не больше, до 20 не поднимается. Ну и отпускается, бывает, до 16. Ну вот эта барышня вообще выгорела. Выгорел весь нижний ряд листьев. Вот, наверное, эту барышню, вот эти вот листики, я их все удалю. Они все желтые, выгоревшие. Я ставлю только верхние листья и цветоносы. А так как листики я эти все сниму, там оголится стволик. И поэтому там я присыплю грунтом. И больше с этой барышней я ничего делать не буду. То есть, как таковую корневую систему я не буду тревожить, чтобы она быстрее адаптировалась. Вот эта вот красавица тоже вся выгоревшая. Для нее всегда пересвет. Листики все вот такими крючками растут. Надо куда-то ее будет убирать даже с этой полочки. И цветы выгорели. С одной стороны я уже все цветы сняла. Остались только листья. И вот макушка вся вот такая. Она не забитая, но листья очень маленькие. Вот обычно что делать в этом случае? Я думаю, что я цветы уберу. Ну, а нижние листья вот эти, если убрать, смотрите, какая маленькая макушка останется. То есть, наверное, нет смысла их убирать. Всего скорее уберу цветоносы и поставлю здесь на полочку повыше. У меня здесь есть полочка повыше, без подсветки. И вот, наверное, туда я эту барышню уберу. На стеллаж ее ставить она не любит стеллаж. Значит, будет просто в темноте и в холоде. Вот это сорт АВ, плетистая роза. Розеточка молодая, листиков немного. Розеточка заплыла от тепла и нет нижних листьев. Я их уже сняла. Поэтому тоже вот уберу эти пенечки и подсыплю грунт. На этом и все. Playful Spectrum тоже весь заплыл. Никакой красоты уже в цветах нет. Но ни пеньков нет, ни плохих листьев. Поэтому эту барышню я вообще не буду трогать. Она отсветет и я ее так оставлю. А дальше посмотрю по ситуации. У этой красавицы тоже, наверное, уберу только нижний ряд листьев. И стволик оголится, подсыплю грунт. Ну и у этой оптимарки, у нее листьев много, они не выгорели. Уберу цветы, тоже уберу нижний ряд листьев и подсыплю грунт. Вот на том и все. То есть, если у вас фиалочки стоят, девочки, на холодных подоконниках, то если есть возможность не тревожить корневую систему, то, наверное, лучше не тревожить. Но бывают экстренные меры, которые надо предпринять. Возможно, бывает, растение заболело или еще что-то случилось. Ну и подведем итог этому видео. Получается, самое лучшее время для пересадки, это, конечно же, весна. А осенью мы наши фиалочки пересаживаем по потребностям. Особенно, если они стоят на подоконнике, то для тех, кто на подоконнике, лучшее время осенних работ с фиалочками это с конца августа до конца сентября. Также, дорогие друзья, нужно помнить, что фиалочки после пересадки, для того, чтобы у нее прошел стресс, и чтобы она укоренилась, нужно примерно месяц. И в это время температура воздуха должна быть не ниже примерно 20 градусов, и световой день в этот месяц не меньше 10 часов. Тогда наша фиалочка восстановится, придет в порядок, и уже будет с сильным иммунитетом зимой на нашем подоконнике зимовать. Ну вот, на сегодня и все. Спасибо за ваши интересные вопросы. Жду их снова. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok